Приветствую тебя, мой подписчик на ютубе, и в данном видео я хотел бы поговорить о такой насыщенной проблеме, как разряд батареи на наших гаджетах и смартфонах. На моем примере, в данный момент, сейчас видно, что заряд батареи находится на критическом уровне и требует зарядки. А в современном мире, где свою жизнь уже нельзя представить без этих гаджетов, в данном случае смартфонов, как нельзя остро стоит вопрос того, как часто в них разряжается эта самая батарея. И каким бы долгоживущим смартфон бы не был, или вообще устройство, рано или поздно нам потребует себя зарядить. Вопрос стоит не так актуально, если у нас есть розетка, если же вопрос стоит о зарядке в пути где-то, или в путешествии, где розетки нет под рукой, то на помощь нам придет любой пауэрбанк. А в данном случае пауэрбанк от фирмы Xiaomi на 10 000 мАч. Почему пауэрбанк от этой фирмы, спросите вы? Это все достаточно банально просто. Во-первых, это именитый бренд, во-вторых, в соотношении цена и качество. А также привлекательный дизайн и большое количество доступных аксессуаров к нему. А под аксессуарами, как вы видите, я имею в виду чехлы. Этот салатового цвета, он оригинальный. Также в наличии имеются черный, белый, такой салатовый, розовый, голубой и оранжевый. Вес пауэрбанка составляет 207 грамм. На задней стороне мы видим характеристики самого пауэрбанка. На передней мы видим кнопку включения. Она же позволяет нам посмотреть индикацию зарядки самого пауэрбанка. Микро-USB порт и обычный USB порт. Микро-USB, соответственно, нас позволяет зарядить сам пауэрбанк. А USB, соответственно, позволяет отдать заряд какому-либо устройству. Комплект поставки достаточно аскетичен. И включает в себя сам пауэрбанк и кабель USB на микро-USB. Также имеются пауэрбанки емкостью 5000 мАч, 10 000 мАч, как вот этот, и 16 000 мАч. Чехол же достаточно легко одевается. Обычным одеванием его на пауэрбанк. Вот таким вот образом. Он достаточно плотно прилегает к пауэрбанку и за время эксплуатации ни разу не вылазил из него. Если же снять силиконовый чехол, то пауэрбанк выполнен в алюминиевом исполнении, с круглёнными краями и вот таким вот размером соотношения руки. Могу сказать следующее, что во время путешествия данный пауэрбанк будет вам удобен при ношении как в сумке, так и, возможно, в кармане. Давайте посмотрим, как выглядит данный пауэрбанк в соотношении с другими смартфонами. В данном случае я приложу айфон, по толщине видно, и по ширине и высоте. И также мой используемый смартфон. Данный пауэрбанк позволяет зарядить мой LG G4 в течение 2-2,5 раз в зависимости от нагрузки. Во время подключения пауэрбанка к смартфону или любому гаджету, на передней его части загорится индикация его текущего заряда. Давайте я продемонстрирую. Вот мы видим, что индикация загорелась. Пауэрбанк у нас заряжен на 3,4 от его полной ёмкости. Касательно цен. Сам пауэрбанк стоит в районе 14-20 евро. Чехол же стоит в районе 2-3 евро. Я считаю, что очень гуманная и адекватная цена. Рекомендую сразу же купить вместе с пауэрбанком и сам чехол. По той простой причине, что алюминий, из которого выполнен пауэрбанк, достаточно легко царапается. Плюсами данного пауэрбанка я могу назвать следующее. Цена, дизайн, размер, ёмкость и возможность кастомизации родными чехлами. Из минусов. Единственный USB порт. Хотелось бы иметь два для зарядки одновременно нескольких гаджетов. В целом могу порекомендовать данный гаджет в покупке. Его соотношение цены и качества просто изумительное. Исполнение, дизайн просто на высоте. Также имеются различные версии на 5000 и 16000 мАч, как я говорил в самом начале видео. В принципе, наверное, на этом всё. Спасибо, что смотрели видео. Подписывайся на мой канал. И до встречи в новых видео.